Забота это не тапочки в зубах приносить, когда он с работы пришел. Залог успешного мужчины это его успешная женщина. Дети просили, хотят развести костюм. Мужчины, наверное, все по вибрациям немножко просели, потому что они сейчас думают, как выжить. То есть не добивать его, а наоборот помочь. Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада всех вас видеть. Моя жизнь на последние несколько лет значительно поменялась, потому что родились двое детишек с небольшой разницей. И это, конечно, был такой новый виток в моей жизни, новый огромный пласт информации, в который мне нужно было войти, понять, осознать. И в этой связи мне стала интересна тема работы над отношениями. Как сделать так, чтобы отношения были гармоничны, как создать крепкую семью, как продолжить находиться в крепкой семье. Потому что рождение детей это огромная работа. которая ложится на плечи двоих, и часто люди не справляются. К сожалению, очень много разводов именно в этот период, когда рождаются дети. Есть над чем работать. Я убеждена в том, что нужно понимать, как устроен мужчина, как устроена женщина. И над семьей, над отношениями нужно работать. В Сочи я встретила человека прекрасного, который помог разобраться с моими какими-то моментами в жизни. Который обладает огромным пластом просто информации в теме отношений. Человеком, который является при этом всесторонним человеком. Он знает и про биодинамику. Он является остеопрактом. К нему приходят пациенты. Он проводит чудесные сессии, после которых люди возрождаются, становятся вновь счастливыми, здоровыми, крепкими. А самое главное, он знает, как работать с эмоциями. Что наши эмоции, это психосоматика, это первая причина наших болезней очень часто. Вот, поэтому человек интересный. У меня для вас сюрприз. Мы записали с ним интервью. То, о чем мы говорили с ним в личной беседе. Я бы хотела, чтобы вы тоже знали эти моменты, эти пункты. И вот такое вот закулисье нашего интервью, нашего общения. Представляю вам прекрасного моего друга, чудесного доктора, остеопракта Тарас Дронов. Встречайте. Тарас, я очень рада, что вы сегодня встретились и можете записать это интервью. Мне очень хотелось с тобой поговорить на тему остеопрактики. Но таким образом как-то сложилось наше общение, что я вижу, я понимаю, какими глубокими знаниями ты обладаешь по поводу отношений, по поводу семьи, как сохранить семьи, по поводу того, что из себя представляет физиологически мужчина и женщина. Вот в этой связи хотелось бы задать вопрос, особенно актуальный, наверное, сейчас, во время карантина, о том, как сохранить отношения мужчине и женщине. В современном мире сейчас много разводов. И с чем это связано? Доброе утро, доброе утро, зрители, кто смотрит канал. Здесь факторов семейных отношений очень много. И первое, наверное, с чего надо начинать, это то, с чего сходятся пары. То есть, когда создается семья, в любом случае, здесь два фактора есть. Это сознательное и бессознательное. Что такое сознательное? Это мы встречаем человека, понимаем, что у него внешний вид вас устраивает, образование, чувство юмора, характер, еще что-то. Вот эти факторы складываются. Есть бессознательное. Любой человек имеет свой индивидуальный запах и свои индивидуальные вибрации. Что такое вибрации? Мы все состоим на 70% из жидкости. И жидкостные процессы, они создают электромагнитное излучение от тела человека. Это называется где-то аура, где-то биополе, где-то еще что-то. Это обычное электромагнитное поле со стороны физики. Почему во всех сферах, даже в этике, есть определенная культура, расстояние друг от друга? То есть это личное пространство человека, примерно метр в радиусе от него. Я уже смотрю. Да. Вибрации человека зависят от его эмоционального состояния. И на момент, когда вы встречаетесь, вибрации ваши должны быть похожи. Потому что если ваши вибрации очень сильно разнятся, вы с человеком общаться не сможете. И это будет на уровне бессознательном уже. Потом у каждого человека есть индивидуальные феромоны, запах. Пример животные. Они, когда при встрече, при первом знакомстве, они обнюхивают друг друга. Человеку нет необходимости настолько близко, потому что мы это чувствуем на более большом расстоянии. Это работает лимбическая система, часть нашего головного мозга. В течение жизни мы начинаем меняться. Ситуации меняют нас. Меняются обстоятельства. Меняется состояние здоровья. Меняется еще что-то. На этом фоне и меняются наши вибрации. То есть чем человек больше в депрессивном состоянии находится, тем ниже его вибрации. Чем человек больше находится в уравновешенном состоянии, более, сказать, состояние творческого человека, более легкое, возвышенное, это более высокие вибрации. И вот эта разница вибраций в жизни, она может меняться. И иногда даже люди чувствуют, человек приходит, у него что-то внутри происходит, и первый вопрос, что у тебя произошло? То есть человек как бы одевает маску, что у меня все хорошо, у меня все нормально, но партнер чувствует его. Чувствует, что что-то внутри произошло за счет вот как раз изменения вот этих вибраций. Поэтому факторов сохранения их очень много. Для того, чтобы создавать семью, надо понимать много факторов о человеке, а не только какие-то стереотипы. И нету такого протокола, нету волшебной таблетки, нету одного совета, который скажет, вы и это сделаете, и ваша семья сохранится. Этого нету. Есть общие какие-то тезисы, и каждый случай надо рассматривать индивидуально. Все наши проблемы, характер, все это складывается в детстве. И надо смотреть человека из детства. Потому что в детстве есть моменты в воспитании, в ситуациях, в которых человек воспитывался. Это все формирует характер и накладывает определенный отпечаток. Потом человек на основании своей семьи начинает искать себе партнера. Все равно подсознательно мы выбираем то, как у нас складывалось с папой с мамой. Да. Подсознательно мальчики ищут маму, девочки, папу в партнерах. Но здесь нельзя только на это делать ставку. Но в большинстве случаев, когда недостаток внимания в детстве от одного из родителей, либо от обоих родителей, человек начинает это внимание компенсировать. То есть недополученное внимание в детстве, он его потом в чем-то начинает компенсировать. Как-то привлекать к себе внимание. Действия разные абсолютно. Некоторые девушки начинают ярко одеваться, то есть привлечь к себе внимание. Мужчины начинают какие-то поступки делать, покупать яркие машины. К примеру, ездить в машине с громкой музыкой, чтобы люди на них обратили внимание. Это не скажу, что это плохо, но это то, что люди восполняют в себе. И зачастую, найдя недостаток внимания в детстве от мамы, переложив это на жену, Мужчины начинают терять смысл супруги. То есть он начинает восполнять маму, но он не видит в ней жену. То же самое и с девушками. Если в детстве не было папы или было мало внимания от отца, они тоже начинают искать в мужа отца. Не мужа, а отца. И потом происходит другое. Они получают образ от отца, находят его. То есть получают безопасность, внимание, заботу. Но у них нету тонкого ощущения партнера. То есть зачастую у женщин бывает стереотип. Не стереотип, а образ мужчины. Мужа одного, а парня другого. То есть она пока в период встречания, у нее совершенно другие парни. И внешне, и по характеру, и все. Но мужа она выбирает кардинально другого. Она выбирает того, в ком она будет восполнять какие-то потребности. В этот момент мы говорили про безопасность. То есть женщина и мужчина, женщина, наверное, больше находится в семье тогда, когда ей безопасно. Как только она теряет безопасность, она ищет другое место, где безопасно. Для женщины это номер один. Безопасность. Пока женщина чувствует себя в безопасности, она будет находиться рядом с мужчиной. Как только она теряет чувство безопасности, это уже первый шаг к тому, что она будет искать это где-то в другом месте. Безопасность здесь понятие не именно физическая безопасность, а уверенность в человеке. То есть безопасность, сохранение очага, пищи, детей и всего остального. То есть это обширное слово безопасность. Это не узконаправлено. Но вот это для женщины самое главное. То есть чувство безопасности. И мужчины, к сожалению, не знают этого. Не знают этого. Мы сейчас не расскажем. Да, не знают этого и не дают необходимую поддержку. Ну, осознанные же мужчины знают это. Или это как-то так вот природой так сделано, что... Ну, раньше немножко была другая система и воспитания, и другая система выживания, и мир меняется. Да, мир меняется. И даже говорили, почему вот наши старшие поколения, они более крепкие семьи были, долгие, меньше количества разводов было. Да, так и есть. Потому что весь мир помнит послевоенное время. И раньше создание семьи было... А, я мужчина, я могу добыть пищу, еду, деньги, построить дом. А ты, женщина, можешь сохранить и чак. И вместе мы можем выжить, детей сделать и продолжение рода. Немножко другие понятия были. Сейчас в современном мире нет такой необходимости уже выживания. То есть сейчас у нас есть социум, защита юридическая, правовая. Все работают, нету голода какого-то. Он есть, но не в такой степени. Есть медицинские препараты, которые помогают выздороветь. Ведь смертность сейчас намного меньше, чем в те времена была. Даже там из 11 детей 5-6 выживало. Это уже считалось хорошо. Сейчас каждый ребенок на счету. И вот в этом мире сейчас начали выстраиваться другие отношения. Люди захотели большего от семьи. Они захотели взаимного понимания, захотели счастья. Поменялась структура семьи. Вот этот момент тоже, который поменялся с женщиной, теперь может сама зарабатывать. И она становится такой независимой в нашем современном обществе. Особенно в больших городах. В Сибири как-то, допустим, по-другому это все сейчас до сих пор. И вот вообще нужно ли женщине, получается, иметь семью, когда она независимая такая, да? То есть хорошо ли это для семьи? Семью нужно иметь в любом случае, потому что мы парные существа. Мы не одиночки. И необходим обмен энергиями. Мужской, женской. То есть это должно быть. Создавать семью, которая будет дисбаланс вводить? Наверное, нет. Если женщина независимая, и у нее там есть дети, есть продолжение, и она живет в условиях гостевого брака, и ее все устраивает, то почему нет? Если это для нее комфортно, если это для нее нормально, это нормально. Я считаю, что лучше здоровые отношения, чем нездоровые. Потому что нездоровая семья не даст здоровых, нормальных, уравновешенных детей. Дети очень сильно чувствуют. До 12 лет вообще дети и мама – это одно целое. До момента полового созревания ребенка, мальчика, девочки, все эмоциональные состояния, все эмоциональные переживания, они все отражаются на маме, и это на уровне бессознательном. Зачастую, когда ребенок маленький плачет, надо маме смотреть на себя, в каком она состоянии находится, и, возможно, ребенок успокоится. То есть мамы часто начинают сильно гиперпереживать за детей, и вот это вот дает раздражение детям. Поэтому в семье, когда не все хорошо, мама в напряжении, у мамы какие-то страхи, переживания, еще что-то, это отражается и на детях. Поэтому… Это важно осознать, я после того, как мы поговорили об этом, я вот это вот осознала и все время себе такая отслеживаю. Так, так, а как сегодня мое состояние эмоциональное. Спасибо вот за этот момент, очень важно. Ну вот я хотела поговорить о том, как все-таки сделать здоровыми отношения в семье. Вот мы говорили про эмоциональный момент, что людям нужно друг от друга отдыхать, да, получать эмоции извне. Вот я хотела бы подробнее тоже нашим зрителям рассказать о том, что мужчине нужно получать эмоции в мужской компании, женщине как можно получить эмоции. Вот помните, мы об этом затрагивали, чтобы не было дисбаланса в семье эмоционального. В любом случае нужно давать какие-то небольшие перерывы друг к другу в отношениях. Не то, что расходиться, нет. То есть мужчине иногда нужно на день-два собраться в мужской компании. По интересам рыбалка, охота, джипинг на машинах куда-то в лесу ехать, поход. На мотоциклах погонять с мужиками. Да, мотокросс, я не знаю, там по тарелкам в тире пострелять, еще что-то. Это нужна эмоциональная разгрузка. То есть женщина должна осознавать, для чего они ходят, мужчины, и занимаются с этим. Да, здесь не надо какие-то подозрения создавать в отношении мужчин, потому что если мужчине нужно просто разгрузиться, эмоционально побыть с мужчинами, они будут именно это делать. А найти всегда какие-то взаимоотношения на стороне можно в любой момент. Это не обязательно куда-то уезжать на несколько дней. Поэтому здесь не надо проявлять какое-то чувство ревности и держать его рядом с собой. Это со временем ни к чему хорошему не приведет. То есть вот эти ограничения, они плохо потом скажутся. Если мужчина чем-то интересуется, ну, надо ему давать возможность это делать. И также мужчинам надо отпускать и давать возможность девушкам пообщаться между собой, с подружками вне дома. Особенно когда вперед декрета, когда сидят дома с маленькими детьми, очень большая нагрузка. Девушки все равно немножко по-другому устроены. Они эмоционально на более высоком уровне, чем мужчины. То есть мужчины не менее эмоциональны, женщины более эмоциональны. Поэтому им надо попасть в свою эмоциональную сферу и пообщаться с подружками вживую. То есть получить вот этот вот эмоциональный всплеск эмоций. Они от подружки получат на своем уровне ожидаемом ответку по эмоциям, чего они не получат от мужчины. Потому что, тоже осознать, мужчина не эмоциональный, не такой эмоциональный, как женщина. А осознание. Ну, мужчина вообще более, скажем так, простое существо, чем женщина. Женщина более сложный механизм и мужчина более упрощенный. И эмоционально, да, мужчины не дают столько эмоций. И это надо понимать женщинам. Часто женщина, готовя какой-то сюрприз мужчине, подарок, вкусный ужин или еще что-то, она ждет от него эмоциональный ответ. Мужчина это ценит. Он это внутри прожил. Ему это понравилось, он впечатлился. Но он не даст этот эмоциональный всплеск, который необходим. Это надо очень понимать, потому что женщины часто расстраиваются, потом начинают затаивать обиду. Я вот готовилась, старалась. А эмоциональный, то, что я ожидала, я не получила. То есть, женщина сразу себе ставит планку, что мужчина придет, ее возьмет на руки, будет кружить по квартире, еще что-то. Нет, этого не будет. Возможно, это будет когда-то. Мужчина проявит такое, возьмет, подурачится, выплеснет как-то свои эмоции. Это не то, что значит, что мужчина никогда не будет выплескивать эмоции. Но тогда, когда он этого захочет. То есть, когда его внутреннее состояние будет позволить, он может подурачиться, еще что-то. Дать этот. Но это не всегда происходит. Поэтому вот здесь не надо завышенных ожиданий эмоциональных ждать от мужчины. Я хотела добавить такой момент, что когда вот у женщины и у мужчины рождается ребенок, женщина хочет, чтобы мужчина так же, как и женщина, в общем, делал все для ребенка. Ну, в смысле, как бабушка помогла бы, как мама помогла бы. И вот сознание того, что это мужчина, и он не может сделать так, как хочет женщина. Ну, то есть конфликты возникают в этот период очень сильные. Момент потому, что мужчина не может переносить крик ребенка. Это глубокие, так скажем, лимбические процессы мужские, которые заложены в мужчинах с раннего, 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 глубинного существования мужчины. То есть для мужчины плач воспринимается как угроза. И на уровне глубинных процессов мозговых, то есть у него идет команда в мозг, надо действовать, защищать, бороться или еще что-то. То есть это призыв к действию. А когда плачет ребенок, у мужчины идет всплеск, что надо защищать, а он не понимает, кого, от чего защищать. То есть у ребенка колики, от чего ребенка защищать? От коликов или еще от чего-то? И мужчины зачастую очень раздражительно относятся к плачу, как к детскому плачу, как к плачу супруги, вообще к этому крику. Все, это не то, что он плохой отец, он плохой муж. Нет, это его природа такая. И в этот момент надо понимать, что когда мужчина уже начинает выходить из себя, но как бы не было тяжело, ему надо 10-15 минут от этого отлучиться, то есть если ребенок беспрерывно платит 3-4 часа всю ночь, то есть как бы не было тяжело, но вот этот период женщине надо пережить. Надо войти в его положение, дать ему уйти в соседнюю комнату, на кухню, водички попить, на балкон пойти, сходить или еще куда-то. Его надо немножко отпустить, чтобы он из этой атмосферы разгрузился немножко и вернулся. И понятия воспитания у мужчин и у женщин они абсолютно разные. То есть для мужчины воспитание это в первую очередь обеспечить ребенку безопасность. Что такое безопасность? Это то место, кроватка, квартира, тепло, сухо, ему не угрожают какие-то внешние факторы, природные там еще что-то, плюс еда, то есть питание. Вот для мужчины важно вот это. Мужчины, они все-таки так же как менее эмоциональные, они внутри любят детей, они переживают, у них своя любовь, она менее эмоциональная. Отец может просто прийти там ребенку по голове, потрепать две минуты. Для мужчины это уже проявление, внимание. Мужчины не зачастую, есть разные мужчины, то есть тут тоже много факторов. Есть, которые могут там с детьми с утра до вечера играть, есть, которые не могут играть. Есть мужчины, которые в определенный период мальчикам не уделяют внимания, а потом там после 4 лет или 5 он его берет везде с собой, в походы, на работу, там какое-то хобби и все остальное. Потому что, ну, тоже ребенок, человек не может с ребенком постоянно лежать в машинке играться. То есть возрастная разница уже большая. Но когда ребенок вырастает и становится более взрослым, с ним есть о чем поговорить, ему что-то объяснить, передать свой опыт. То есть мужчина сыновьям передает какой-то опыт. Почему мужчины больше с дочками возятся? Потому что они их по-другому воспринимают, совершенно по-другому. Потому что они после рождения дочек зачастую мужчины и к женам по-другому начинают относиться, более мягко. Потому что у них приходит осознание, что это тоже чья-то дочка. И когда у мужчины рождается дочь, она ему дает немножко другое эмоциональное состояние. Мужчины с дочками себя по-другому ведут. И отцы мальчиков и девочек, они разные, абсолютно разные. То есть, а вообще, как бы, мальчикам очень остро нужен отец, это в подростковом периоде. В подростковом периоде. Да, все равно вот до 12-13 лет они больше с мамами привязаны. А потом им нужен папа. Отец нужен и в раннем возрасте, всегда. То есть ребенок тоже должен чувствовать общение с отцом. И как бы там ни получалось, в разных ситуациях, наверное, самая глупая ошибка, это не разрешать контактировать отцу с ребенком. То есть, ну, в случае там расставания, да, ну, просто бывают разные ситуации. Нет, если папа неадекватный, он там наркоман или алкоголик, или просто неадекватный человек, конечно, такого надо уберечь его. Но надо чем-то заменить его. То есть, это не обязательно другой мужчина. Это может быть дедушка его. Это может быть дядя, это может быть какой-то родственник. То есть, чтобы присутствовало в его жизни мужское общение. Потому что чисто женское общение, оно потом даст свой отпечаток на воспитание мальчика и на его отношение к жизни. Но лучше всего, чтобы были папа и мама, и сохранить этот союз. Мне кажется, семья, она очень важна в первую очередь детям, когда рождаются дети. В первую очередь детям. И папе с мамой должны работать над отношениями, чтобы с детям было хорошо. Мужчинам надо понимать вообще элементарно, что после рождения ребенка у женщины очень много генетических изменений происходит. Мужчины начинают обижаться, что она не уделяет ему внимания, что ребенок стал причиной их отдаления друг от друга. Это не причина отдаления. Женщина начинает к вам еще... Это перерождение. Перерождение отношений идет. Женщина начинает мужчину воспринимать по-другому. Но ей нужен какой-то период времени, чтобы ее организм перестроился. То есть период лактации у нее, свои гормональные процессы. Послеродовое восстановление, свои процессы. И в этот момент она, как сказать, не выделяет тех феромонов, которые выделяет она в другой какой-то ситуации. То есть она как женщина становится менее привлекательной. И женщине нужно немножко другое внимание в этот период времени. И вот то, что я говорил, нет протокола, по которому можно создать идеальную семью. Его нет. Но есть элементарные моменты, которые, мне кажется, обязательны к обучению. Это понимать, как устроен мужчина, как устроена женщина. Процессы взаимоотношения, периоды в жизни. То есть рождение детей, до рождения детей, период беременности. Вот этому надо учить. Нас этому не учат, правда. У нас нет института семьи. У нас этого нет в школе. У нас этого, к сожалению, нет. Где же найти эти знания? Вот мы сейчас общаемся. Где вы нашли эти знания? Знания разные. Много дала очень школа остеопрактики. Очень дала школа биодинамики. Биодинамики. Жизненный опыт. Увлечение психологией в определенный период времени. То есть то, что я сейчас говорю, это не что-то одно. Это не психология. Это не медицина. Это то, что собрано со всего. То есть знания разные. Потому что психология дает определенные знания. Остеопрактика дает определенные знания. Биодинамика – это вообще другое направление. Оно дает третье знание. Здесь надо рассматривать все. И генетику, и воспитание, и особенности человека, обстоятельства. Поэтому каждая семья, каждая ситуация, она должна быть индивидуально рассмотрена. Но вот элементарные вещи, мне кажется, необходимо знать и мужчинам, и женщинам. То есть это поможет знать знание элементарной психологии. Не глубокой, элементарной. Что мужчина вот такой, женщина вот такая. И тогда женщина не будет от мужчины требовать большего, чем он может. А мужчина не будет от женщины требовать. То есть для многих мужчин женская, так скажем, истерика или слезы, или еще что-то. То есть это как сфера влияния на него или еще что-то. А женщина более глубокое эмоциональное создание. И в этот момент ей нужна поддержка. То есть бросать женщину в каком-то эмоциональном всплеске нельзя. То есть ее надо успокоить. А многие просто хлопнув в дверь и уходят. Ну, к примеру. Потому что не сложно. Да, тут тоже надо понимать опять ситуацию. Опять же возвращаемся к слезам. То есть мужчине надо уйти. То есть, но слезы могут быть разные. И эмоциональное состояние можно быть разное. То есть мужчина тоже должен понимать, когда его уход может его успокоить, и ситуация выровняется. И когда уже нельзя уходить. Когда уже надо остаться и вот просто рядом. Просто отложить разговор. Там вот этот всплеск эмоций и всего остального. Просто сесть и успокоить женщину. И вот это вот необходимо понимать и немножко знать. Ну, мне кажется, надо немножко всем чуть-чуть больше изучать. Вот в этом направлении. Мы созидим школу, института, семьи. И будем делать какие-то вот мероприятия по этому поводу. Потому что, правда, информации не хватает. А кто, если не мы? Можно создавать с привлечением разных специалистов. То есть тут не должен один специалист какой-то. Как часто это сейчас бывает, да? Психологи почему? Психология хорошая вещь. Вот у нас это недооценено было. И в начале 2000-х в России все смеялись, когда у американцев свои психологи, что они к психологам ходят, консультируются. Нет ничего плохого. Сейчас уже к этому приходят. То есть и до нас доходят. Поэтому надо, наверное, немножко иногда смотреть на Европу. Вот в ту сторону. У них немножко цивилизация идет больше. И, допустим, те же там брачные договоры. Для нас это раньше было что-то неадекватное. А сейчас это, мне кажется, вполне нормальная практика. То есть это более цивильные взвешенные отношения. Да, да. Осознать и последствия пережить. Потому что часто на фоне разводов, потом вот этих дележек возникают, вплоть до избиений друг друга, еще что-то. То есть вот на этом фоне агрессия, да. Плюс это эмоциональный всплеск или еще что-то, обиды какие-то. То есть это более не социальная начинается. Уже война начинается. А брачный договор, у всех все прописано. Каждый знает, кому что, от чего. То есть, ну, не получилось, зашли там, поставили подписи, расписались и разошлись. Им нечего делить, то есть нету лишних поводов на это все. Поэтому и психолог это нормально, и брачный договор это нормально, и обращение к специалистам это нормально. Что все-таки не было заведено до того, чтобы в упражнении контакта были дележки, чтобы не расставались люди. Все-таки что еще можно предпринять такого, чтобы была эмоциональная вот эта вот подпитка. Женщины понятны, им проще. Они нашли подружку, и очень часто они общаются, пошли погуляли, поиграли, там, кофе попили вместе. Мужчинам сложнее найти компанию, как правило. Вот, просто сейчас мероприятия, которые ты собираешься организовывать, мужские такие вот, посиделки, выезды куда-то, мне кажется, это вот то, что спасет многие семьи. Ну, мне кажется, мужчинам тоже несложно найти абсолютно... Они более закрыты, когда они говорят. ...круг общения. Мужчина может найти его по увлечениям. То есть, девочкам в этом плане сложнее. Подружка должна быть та, которая ее поймет и услышит. То есть, у них должно быть у вас взаимопонимание. Мужчинам этого не надо. То есть, если мужчина увлечен рыбалкой, он находит себе 3-4 рыбака, они идут в 5 утра, на рассвете садятся на камни и ловят рыбу. И в процессе этого они общаются на тему, которая им интересна. То есть, он получает ответы на свои вопросы, какие-то там шутки, еще что-то. Поэтому, если он прыгает там с тарзанки, то есть, он может прийти туда и найти там единомышленников. Если он охотник, они найдут друг друга, это 100%. Потому что они там идут, охотничьи билеты покупают, все это. Они все равно компании. Если он увлекается джипингом, они тоже все друг друга знают, все общаются, потому что, готовя машину к джипингу, они там встречаются где-то на станциях техобслуживания, в магазинах, спецтехники какой-то, еще что-то. Находят друг друга. Сейчас это проще. Сейчас есть чаты, группы, в соцсетях. Нет, я считаю... Важное увлечение, самое главное. Да, главное мужчина, если он чем-то увлечен, он всегда найдет себе круг общения, с этим проблем нет. И мужчинам с мужчинами проще общаться. Они более естественные в общении. То есть, им достаточно друг с другом заговорить на интересующую обоих тему, и они найдут вот в этом контакт. Вот по поводу увлечений. То, что я в самом начале говорил, по поводу вибраций человека. В период проживания семьи, 5, 7, 8, 9 лет, у людей меняется работа, обстоятельства. Кто-то начинает развиваться, и очень важно поддерживать друг друга. То есть, поддержка друг друга, она должна быть в каком смысле? Если, к примеру, женщина увлеклась каким-то творчеством, вокал сейчас очень как бы модно, там рисовать картины, все. Не значит, что мужчине надо тоже брать и рисовать, но мужчина обязан проявлять интерес к этому, спрашивать, хвалить. Какие-то уделять внимание, не знаю, там, ну, если, к примеру, захотела супруга там нарисовать картину, просто предложить не каждый раз. Иногда предложить, а поехали вместе, то есть сядем на берегу моря, и ты будешь рисовать. Да, это может быть неинтересно, да, это может быть скучно для мужчины, то есть он там весь в энергии, ему там пойти сейчас, там, грушу поколотить в спортзале, или железки потаскать, а ему надо сидеть там 3 часа смотреть на закат, который, ну, его никак не вдохновляет, да. Но это вдохновит женщину. И также женщинам интересуйтесь мужчинами. То есть если он там пришел с рыбалки или еще откуда-то, просто спросите, поинтересуйтесь, что, то есть вот эта разница вибраций, она будет немножко подравниваться, потому что все-таки творчество, оно повышает вибрации. Если там период сейчас вот тоже, из-за чего происходит, очень много повысилось там бытовых скандалов в Китае, там разводов количество увеличилось. Во время карантина, да? Да, во время карантина. Вместе с друг другом меньше чем у метра. Нет, нет, тут не в этом дело, потому что, ну, мужчины, наверное, все по вибрациям немножко просели, потому что они сейчас думают, как выжить. То есть как же и дальше, они углубились в такие кризисные ситуации, они перестроились, и они сейчас погружены, то есть потому что безопасность их семьи уже в какой-то степени под угрозой на данный момент. Они думают, чем их завтра кормить. То есть, соответственно, вот эта разница вибраций, она идет. И мужчину в этом плане надо поддержать. То есть, дать какой-то более равномерный фон, то есть не добивать его, а наоборот помочь, то есть как-то вот подтянуть его наверх, взбодрить. То есть залог успешного мужчины – это его успешная женщина. И в этот момент мужчине нужна эмоциональная поддержка. То есть не садиться там, не проявлять чувство жалости к нему. Нет. А просто сказать, что мы семья, мы будем вместе, мы обязательно что-то придумаем, что-то решится. «Давай там сейчас как-то распределим расходы, давай где-то чуть-чуть снизим до лучших времен». То есть нормализуется как бы все. Какие-то примем совместные антикризисные мероприятия, которые нам помогут немножко вот эту ситуацию выровнять. И мужчина выровняется по вибрациям сразу. А если начинать подливать масло в огонь, то мужчина еще ниже просягнет. Мужчине нужна женская энергетика. То есть и ее объем передаваемый. То есть женщинам тоже, как и для мужчины труд определенный, взаимоотношения, так и для женщины. То есть со стороны женщины надо забота. То есть о мужчине. Забота – это не тапочки в зубах приносить, когда он с работы пришел, а просто элементарное внимание. То есть да, даже спросить что-то, поинтересоваться, какую-то заботу проявить. Ведь мужчины, когда болеют, этот феномен, что там 37,2, мужчина лежит в пластом. То есть это тот момент, когда ему нужна забота. Просто вот тут психология. То есть он привык, что с детства мама, когда у него 37,2, его там клали, накрывали, чай приносили в кровать. То есть здесь то же самое срабатывает. То есть все, мужчина болен, он не может встать. Могут ли путешествия улучшить семейные отношения? Вот и просто очень много мужчин, которых я знаю, не любят путешествовать. Даже вечерняя прогулка вдоль речки, вдоль моря, оно уже немножко меняет эмоциональное состояние. Абсолютно. Можно это все сделать очень бюджетно. Да, причина такая. Абсолютно. Здесь можно найти лес рядом с домом, природу, пруд какой-то, еще что-то. Пойти взять на прокат велосипеды, прокатиться, пешком прогуляться. То есть это уже какое-то путешествие, это уже смена обстановки. Это уже эмоциональная разгрузка. Получение энергии, подпитка. Мы, как сказать, выйдя в лес, мы уже как бы, мы все равно единое целое с природой. Мы не отдельная составляющая. И говорят там, огонь, вода, стихии. Здесь другое. Здесь растение, здесь обстановка другая совершенно. И поэтому меняется эмоциональное состояние. То есть мы все равно единое целое с природой. Мы те же животные, у нас те же инстинкты, как у животных, только у нас интеллект есть. Мы немногим отличаемся от животных. И это наша сущность. По поводу путешествий. Зачастую у мужчин перед путешествиями есть страх. Особенно если это путешествие в другие города, в другие страны. Они понимают, что мужчина лидер. То есть он за собой ведет семью. И у многих возникает страх. Перелет. Прилетим в аэропорт. Как мы доберемся до гостиницы. Я не знаю языка. Какая там криминогенная обстановка. Чем там кормят. То есть незнание нового. У него теряется вот этот вот то, что он лидер, он на коне. Он дома уже все знает, все умеет. Он здесь, как в своей тарелке. А смена обстановки для него это уже какой-то такой серьезный, глобальный момент. Многие просто мужчины по природе, по обстоятельствам, это не важно, мужчины, женщины. То есть люди многие боятся перемен в жизни. Они работают 25 лет на одной работе, потому что мало платят, но стабильно. А вот я сейчас пойду на другую работу, а меня там выгонят, а меня там сократят. То есть вот этот страх перемен, он очень сильно влияет. Здесь что могу посоветовать? Если женщина активная и она видит, что мужчина по каким-то определенным критериям не хочет путешествовать, что можно сделать? То есть можно подобрать, сесть и тур подобрать. И разложить ему, сказать, дорогой, вот у нас есть такая возможность поехать в Турцию. Смотри, мы в нашем городе садимся в самолет. Долетаем до Анталии. Там в аэропорту нас встречает гид с табличкой. Мы садимся в автобус, доезжаем до отеля. В отеле есть русскоговорящие представители. Все услуги на территории отеля. И даже если мы захотим куда-то поехать, нам не надо будет выходить с территории отеля. То есть там организация экскурсии, она проходит внутри отеля. Там за нами приедет автобус, нас везет и вернет обратно. Не для всех. Но для многих это уже будет толчок к тому, чтобы поехать. То есть он будет понимать, что да, действительно никакого риска нету. Все организовано. Ему только надо там заплатить за путевку определенную сумму денег. И скорее всего будет решение в положительную сторону. Но здесь я гарантии не могу давать. Это каждая история индивидуальна. Каждый случай индивидуален. Ну это здорово. Классный совет девушкам на жеметку. Ну и последний вопрос. Подытожим наше интервью. Как можно начать уже сейчас, здесь и сейчас, улучшать свои отношения к семье, не прибегая к помощи специалистов? Для начала надо понять, кто по темпераменту ваш мужчина. Сангвиник он, холерик, флегматик. Для этого можно просто в интернете зайти, скачать тест, вовлечь мужчину и сказать, давай там тест с тобой пройдем. Я прошла, я вот такая. Давай посмотрим, кто ты. И потом, почитав описание, вы уже для себя можете понять. То есть вы, может быть, от него требуете невозможную. То есть он вот такая личность уже, и вы от него требуете того, что он не может вам дать. Это первый шаг, и, наверное, он один из основных. Потому что, да, вы поймете, кто он внутри. Не того, кого вы знаете 5, 10, 15 лет, а кто он действительно внутри. Потому что, ну, мужчины часто не эмоциональные опять, и вот это его внутренняя, она внутри него. И если вы понимаете, что он импульсивный, там, холерик, и ему надо давать там после эмоционального всплеска 20-30 минут передохнуть, вы этим уже можете сейчас снизить ряд проблем. Да, потом проанализируйте, насколько давно вы выходили с подружками куда-то на 2-3 часа прогуляться. Как давно ваш мужчина отвлекался от работы и получал какую-то возможность побыть с друзьями, по интересам, либо просто с друзьями. дайте ему эту возможность. То есть, не знаю, подарите ему там сертификат на катание на лодке, там, на яхте, не знаю, если он там мотоциклами увлекается, может быть, подарите сертификат, чтобы он пошел там в прокат, мотоцикл взял, квадроцикл поехал, там, на лошадях проехался. То есть, дайте ему возможность, ну, я там, сертификат в баню, там, на 2-3 часа, чтобы он просто взял друзей и пошел сходил, развеялся. Какой-то кайф уже будет. Да, то есть, это уже будет прогресс. Но это мы не сознаем часто, мы как-то погружаемся, да, вот, не общаемся и погружаемся в работу. Вот эти вот моменты, как-то простые, но очень действенные. Конечно, и мужчинам тоже надо подталкивать иногда. То есть, он иногда просто даже уже принимает, как сказать, положение системы. То есть, работа, дом, работа, дом, работа, дом. То есть, сейчас апрель месяц на дворе и погода потихоньку начинает налаживаться. Организовывайте какие-то вывозки совместные. Тоже, если он... Нет, я на диване полежу. Ну, старайтесь как-то это... Старайтесь, что ж ты все глупцать. Да, то есть, нужно придумать, завлечь тем, где нужна его помощь. То есть, можно схитрить. У женщины это есть. Все задатки. То есть, сказать, дети просили, хотят развести костер, пожарить сосиски на костре. То есть, нам нужен ты, как мужчина. Для того, чтобы ты там научил, показал сыну, как костер разводить. То есть, мы без тебя не сможем пожарить это. Вот это подтолкнет. То есть, может быть, сходить на выставку картиной галереи нет. А вот, когда обозначить ему четко, что мы без тебя здесь не сможем. То есть, здесь нужно твое участие. В нем проснется вот это мужское, что, да, они без меня не обойдутся. Вот в таком формате начинать действовать. Ну, я думаю, это у нас не последняя встреча, не последнее видео. Надеюсь, очень на это и по мере поступления вопросов будем, наверное, это озвучивать. Чем сможем, поможем. Здорово. Вот сегодня настолько ценные моменты обозначены были. Главное их осознать и принять в свою жизнь. Спасибо огромное за твой опыт. Главное начать действовать. Можно посмотреть, можно забыть и отложить, и продолжить все это. Я сделаю это завтра, я сделаю это послезавтра. Нет, надо брать. Прямо, если что-то заинтересовало, зайдите себе в блокнот. Просто запишите себе задачу номер один. Пройти тест сегодня. И вот пока вы плюсик не поставите, чтобы этот вопрос вас внутри беспокоил. Что вот я себе на сегодня записала, пройти с мужем тест. То есть, и это надо задачу выполнить. То есть, надо начинать действовать. Просто знать недостаточно. То есть, если человек имеет знания и не применяет их, ну, это и просто его знания. И они ему никогда и ни в чем не пригодятся. Поэтому действуйте, начинайте, работайте над собой, развивайтесь. Согласна, чудесные советы. Спасибо огромное за встречу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова